Вот и, ребята, тот самый день, когда мы с вами перейдём на следующую вкладку. Конкретно мы будем уже мочить вещи вселенского масштаба. Поэтому, ребята, очень надеюсь, что вы поддержите лайком, так как это будет очень небыстрое занятие. Но я сегодня постараюсь его с вами сделать. И я уже перешёл на следующий объект. Как видите, мне уже нужно ломать какой-то кусок асфальта или что-то типа того. Может, резина какую-то. Ну, в общем-то, мне также её предстоит ломать. И плюс я задник поменял немножко. Вот так вот у нас теперь выглядит. И чуть я, по-моему, вообще не благодаря этому стал. И, ребята, надеюсь, что вы поддержите лайками. Да, и с вами, как обычно, кристалл. Наломал тут, получается, целую кучу бамбука, чтобы заработать как можно больше денег. И сейчас можно будет более-менее прокачаться. Почему? Я не ломаю тайлы, например. Хотя я уже их сломал достаточно. Но они ломаются гораздо тяжелее, чем бамбук. Поэтому я попытался на бамбуке оторваться, чем на тайлах. И забавно, кстати, что ножки тут пропали. И давайте-ка потратим немножечко денег на то, чтобы прокачать себе хпшку. Потому что хпшку я практически не качаю. Хотя я, конечно, апнул их. Но всё равно такое себе. Хотя можно, конечно, и криты. Апнуть критикал шанс. Я до сих пор не особо вижу в этом смысла. Но давайте я их потрачу. На них деньги. Да, потратить можно деньги. У меня их довольно много. Сейчас, благо, пока дойдёшь до следующего уровня, заработаешь весьма приличную сумму. Так, ну как-то так пускай будет. Хотя, наверное, стоило бы лучше хпшку прокачать. Ииии... давайте-ка с вами пройдём челлендж. С горем пополам успел пройти всё же челлендж. И теперь у нас открывается следующий блок. Это кирпич, оказывается. Ядрить-котить. Я уже кирпичи ломаю. Может, я буду ещё дома буду прям разрушать? И пипец. Насколько же мне нужно сильно себе поднять теперь мощь, чтобы не умирать? Чтобы блоки ломались более-менее быстро. И желательно, чтобы хпшка более-менее держалась. Всё же зря я потратил деньги, наверное, на криты. Но было бы лучше, конечно, да. Если бы я всё же хпшку себе приподнял. Урон, мне кажется, не сильно я смогу проапать. Ну, где-нибудь там 200 с чем-то наверняка будет. И более-менее можно будет фигачить. Но сегодня мы, ребята, доходим с вами до следующей, говорю, этапа. До вселенной. Сегодня мы с вами дойдём. Хоть это и будет сложно. Но я надеюсь, что лайком поддержите её там, думаю, более 5000 лайков было бы вообще, конечно, мега-шикарно. Давайте хотя бы более косаря наберём. И я аж не заметил, что рукой фиганулся. Но, в общем-то, сейчас будем набирать дальше мощь. Фигачу тут получается такой кирпичи. Думаю, надо было ещё их фигачить и фигачить. То, что до этого надо было как минимум 900 сломать. А с кубами довольно интересно, с кирпичами. Их всего 4 штуки требуется, чтобы перейти на следующую локацию. Получается, следующий блок. Поэтому нужно сейчас пройти ещё один челлендж и узнать, что же будет следующим. Блин, надеюсь, что так будет чаще. Типа халявнее, чтобы я поменьше объектов ломал. Ну, в общем-то, челлендж прошёл. И следующий у нас блок получается мрамор. Марбл. Оооо. Наверное, будет сложный вопрос. Ну, хотя, если посмотреть, как выглядит этот блок, то да, наверное, его надо будет очень сильно ломать. Ну-ка, если я попробую прям суперударом его втащить. Ну, это, конечно, я всё время в него не попадаю. Поэтому особо даже и не пользуюсь этой способностью. Но если ей фигачить, то, конечно, с кирпичами, по крайней мере, проще получалось. Вот с мрамором, я думаю, что такое не имеет смысла проворачивать. Если, конечно, не соблюдать мега тайминга, я так не умею прямо идеально его соблюдать. Но тем временем у меня есть 10 лямов, которые можно потратить. Я даже не знаю на что. Пока что хапоригин меня устраивает. Давайте урона доберём себе хотя бы немного. Хоть по чуть-чуть, но уже и то лучше будет. Ну, ладно, нужно сейчас будет снова фигачить целую тонну блоков. Ооо, на этот раз, ребята, здесь потребовалось всего 7 блоков. Получается, семёрочку мы с вами пробили. И по итогу можно переходить челлендж и открывать следующий уже объект. И сколько у нас остаётся, нам остаётся, ну ещё на самом деле дофига остаётся. Но я сегодня в Сегрю пробью. А всё будет, ребята, поэтому сейчас пройдём быстренько челлендж, да? Ну что, ребята, челлендж, можно сказать, пройден. И следующий объект это у нас будет, что интересно, это у нас гранит. Офигеть, гранит надо будет фигачить. Но за одну штуку уже дают 70 тысяч. Но я думаю, что таких... Ну, судя по размеру столбика, как я понял, определять сколько объектов нужно будет сломать. Это по размеру вот этой подставочки. Тут похоже, что нужно будет 4 гранита нам пробить. И тогда мы сможем с вами перейти на следующую локацию. Ну что ж, сколько нас потребуется энергии, чтобы хотя бы один раз фигачить? Ну, скажу, что весьма не слабо. Тем более, что энергия у меня вся закончилась практически. Ну, колотить, конечно, так это не стоит. Надо потихоньку, медленно. В общем, ещё критулечки иногда вылетают всё же. Хоть они мне казались бесполезными, но они на самом деле не такие бесполезные. Ну что, ребята, как вы уже догадались, я пробил все граниты. Осталось всего лишь вот эти вот 3 добить. И мы с вами откроем что-то новое. Кстати, криты просто капец, какая бы бездная штука. Вон сколько урона наносит, если они по итогу вылетают. Ну и как говорю, у нас получается, мы пробили граниты. И всего 3 штуки оказалось. Дальше чистая сталь. Просто капец, сталь пробивать надо, ребята. Офигеть. Ух, это будет, конечно, я смотрю, что очень небыстро. Тем более, что где-то 5 надо будет блоков. Или 4 пробить. Ух, будет весело. Да, золотые слитки меня, надеюсь, спасут. Денег хоть заработаю. Ну что, я уже потратил немалую сумму денег и времени, чтобы по итогу мы с вами смогли пробить всю сталь. И у меня уже делилось 3 миллиона. Хотя, на самом деле, это вообще копейки сейчас. Потому что на каждый апгрейд требуется по 3, по 4, по 5 миллионов и так далее. Поднарастающая идёт. И вообще-то мы пробили с вами всю сталь. Остается пройти челлендж и узнать, что же будет следующим-то тогда. Какой-нибудь вибраниум, наверное. Ну что, сталь мы с вами победили, получается, на челлендже. И теперь можно открыть, получается, следующим. Это алой какой-то у нас. Это какой-то кусок золота, будто бы, но не знаю. Короче говоря, у него 70 тысяч. Его примерно тоже 4 штуки нужно будет сломать. Я думаю, что это будет довольно весело. Но хотя бы криты меня спасают. Если бы не криты, я бы, наверное, уже задолбался всё это дело проходить. Ну а так всё более-менее ещё терпимо. Ну что ж, все блоки уже этого алоэ у нас позади. Получается, остаётся нам только дойти до этого, до следующего ресурса. После того, как мы сломаем это в челлендже. Поэтому погнали ломать уже на челлендже эти блоки. Ну и следующий блок у нас получается какой будет? Давайте-ка посмотрим. Посмотрим. Это у нас получается... Алмаз, бриллиант. Ядрить-то колотить. Сколько у него прочности? А, 2500 дают, 70 хп отнимает. Я думаю, что... А сколько их? Ну, где-то тоже 4 штуки. Но, короче говоря, как видите, ломается это тоже с фееричной скоростью. Поэтому нам будет достаточно тяжело его полностью пробить. И дойти до следующего блока тоже потребуется не слабо так сил. Но ничего, мы с вами справимся. Сегодня будем уже смотреть вселенские блоки. Что будет ломаться? Надеюсь, вообще задний фон как-нибудь поменяется потом. Это было бы круто. Но, как оказалось, алмазов нужно не ломать целыми тоннами, как я до этого подумал. А, оказывается, всего лишь нужно будет их 2 сломать по итогу. И, получается, вот они у нас здесь. Где они там, даймонды. Вот, есть и даймондов всего 2 штуки. Получается, я думал, что если их будет 4, я пипец буду их долго ломать. Но, зато с них бабла уже идет нормальненько так. Прямо хорошо по 5 лимонов считать за штуку. Уже приятно с ученым всех предыдущих. Поэтому сейчас пойдем с вами, понятное дело, на челлендж. Откроем следующий блок. И следующий блок у нас получается, какой будет? Давайте посмотрим. Это у нас Титаниум идет. И я думаю, что их надо будет очень много сломать. Потому что Титаниум по размеру небольшой. Наверное, штук 7 надо будет таких пробить. И остается всего 2 банблока. И мы, по идее, с вами перейдем в следующую вкладку Юниверс. И там будет вообще же скач полный. Ну, благо, хоть криты у меня, говорю, нормальные. Поэтому, в принципе, их хоть как-то еще можно ломать. Но весьма тяжело все это дело дается. Ну, ничего. Мы с вами не боимся. Мы пройдем все. 10 кусков Титаниума нужно было этого сделать. И у него 4 миллиона ХП у каждой штуки. Но, наконец-таки, я ее добил до максимума. Теперь можно будет переходить уже к предпоследней прокачке. И там мы уже узнаем, что это вообще такое будет. И надеюсь, это того стоит. Там, надеюсь, что что-то любопытное. И надеюсь, что это не надо 10 раз уничтожить. Самое главное. Потому что 10 раз это пипец как долго. Лучше давайте 3 объекта на следующей штуке. Чтобы прям было все хорошо. Ну, в общем-то, челлендж пройден. И остается буквально совсем у нас ничего. Нужно будет перейти на... Что у нас будет в следующем? В следующем у нас будет... Хромированная сталь, получается. После этого уже будет что-то любопытное. Что же будет в следующем-то, интересно мне. Но пробивать это дело понятное. Хотя, смотрите, здесь всего 4-5 блоков потребуется. Но это попроще, конечно. Хоть и будет там, наверное, миллионов 6. Но если мне не надо уже, ну, будет 10 штук таких ломать. То это будет все же легче. Ну что, ребята. Пробили уже практически все блоки. Остается совсем немного. Я, кстати, прокачался настолько круто. Что у меня теперь 100% шанс крита оказывается. Правда, конечно, не сказать, что это прям сильно мне помогает на текущих блоках. Но уже весьма так неплохо идет прогресс. И остается у нас что? У нас остается... Энемитаниум какой-то. Что это такое? Это какой-то блок. И у него 15 лимонов хп чисто у одной штуки. Ну, в принципе, можно пробить. Но надо же целых 200 будет таких сломать. Это 30 лимонов потом пойдет у меня. Офигеть, конечно. Ну, по сути, я могу с этим справиться. Но будет весьма непросто, ребята, пробить эти фиговины. Но мы их пробьем. Ничего не знаю. Ну что, ребята. Наколотил 100 сфер. Значит, силы у меня достаточно, чтобы пробить уже челлендж. И перейти в божественный... Это во вселенский этап. Божественный показ еще не готов. Но до него тоже можно дойти. Будет если лайками, вы обязательно поддержите. Так, ну что, попробуем перейти дальше. Челлендж пройден. И означает, что сейчас мы с вами наконец-таки узнаем, что за вселенского уже масштаба у нас получается. Новые объекты-то будут. Мне дико любопытно это посмотреть. И давайте-ка уже перейдем на эту вкладку. Да, здесь все закончено. Вот и вкладка Universe. Meteor from Vega. Первые объекты. И сколько здесь всего? Тут также дофигища нужно будет всего наломать. Ну и давайте попробуем... А, нужно купить космос сначала. Нужно купить. Идрить-то колотить. Ну что, ребята. Вот, наконец-то у нас и космос. Боже мой. Наконец-то, боже мой. Мы до него дошли. И теперь я могу ломать метеориты. Но у метеорита... У одного метеорита 100 миллионов жизней. Я вообще боюсь представить себе, сколько я должен буду их хреначить. Если это только самый первый объект. Он на 100 миллионов. До богов дойти будет очень тяжело. Я так думаю, что это будет капец как тяжело. Чтобы дойти до божественного уровня. Если я один метеориту не могу расколотить. Мы его сколько вам фигачим. А у него даже как-то особо... Даже до половины еще не дошли. Поэтому придется довольно весело с ним развлекаться. Но я хочу хотя бы один раздесяти. Чтобы мы с вами, скажем так, закончили на сегодня. В том плане, что вот это именно космический объект. Который мы с вами разрушили. Но я боюсь представить, что же будет в итоге дальше. Что за следующий объект? Это просто капушек. Дальше то, что в космосе будет. Или что будет в божественном уровне. Там, наверное, какие-нибудь вселенные можно будет крошить. Или что-нибудь типа того. Я очень хочу на это посмотреть. Ну и почти расколотил я его. Получается, бачи плюс один биллион. Ну, в принципе, неплохо. Кстати, заметили? Гравитация здесь другая. И осколки улетели просто куда-то. Блин, ну это клево, конечно. В общем, ребята, надеюсь, вам все понравилось. Поддержите лайком. Если вы хотите увидеть как можно быстрее серию по божественным уже объектам. То, думаю, что если наберется 5000 лайков, то я максимально быстро смогу ее сделать. Прям заморочусь, скажем так. Поэтому, ребята, лайк поставьте. С вами был Кристалл. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Скоро с вами снова увидимся. Всем удачи. Всем пока. Пока.